Всем привет, меня зовут Лиза, вы на 14 канале. Сегодня на 14 канале репортаж о китайском блокбастере, снятом о Москве. Но для начала давайте узнаем у зрителей, чего они ожидают от этого фильма. Обязательно досмотрите до конца, потому что именно в конце вы узнаете, оправдались ли ожидания зрителей. Поехали! Хочешь зашибать со мной большие бабки? Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Маруся Михеичка. Мы хотим задать вам вопрос. Ваше ожидание от фильма? Ну, поскольку я правильно понимаю, что это первый такой фильм китайский, который снял в Москве, можете меня поправить. Наверное, такие ожидания прям самые масштабные, потому что очень интересно посмотреть, как наши коллеги по цеху, наши, скажем так, друзья по странам, умеют снимать и как у них работает кинематограф. И я надеюсь, что импортозамещение в хорошем смысле в киноиндустрии пройдет максимально успешно. Спасибо вам большое, приятного просмотра. Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Самый главный вопрос этого вечера. Какие ваши ожидания от премьеры фильма? Я надеюсь, что будет интересно, захватывающе, и сюжет будет нас оставлять в незнании до самого конца фильма. В общем, мы надеемся хорошо провести вечер. Спасибо. Тогда вам приятного просмотра и хорошего вечера. Спасибо большое. Всего доброго. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Даниэла. Расскажите, пожалуйста, что вы ожидаете от премьеры фильма «Миссия в Москве»? От фильма «Миссия в Москве» ожидаю чего-то фееричного, интересного, чтобы это был какой-то супер такой, какой-то блокбастер, чтобы было смотреть интересно, завораживающе, потому что в последнее время очень мало хороших фильмов выходит, которые действительно интересно смотреть. Я надеюсь, что этот произведет впечатление и оставит отпечаток в памяти. Спасибо вам большое. Тогда приятного просмотра. Спасибо. Спасибо. Китайцев в Москве немного. Враги будут в тени, а мы на виду. Говорят, большое дело намечается. Мы же китайцы. Поболтаем? Можно потише? Извините, извините. Добрый вечер. Снова здравствуйте, как говорится. Мы хотим узнать ваши впечатления от фильма. Оправдались ли они? Да, ожидания оправдались. Мне очень понравилось. Очень понравилась сюжетная линия. Очень интересная, очень классный актерский состав. Я прям получила колоссальное удовольствие от просмотра. Поэтому всем буду рекомендовать, чтобы шли в кино, смотрели и наслаждались. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Александр Матвеев. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о фильме «Миссия Москвы». Ну, интересный фильм, хорошая графика. Весь такой в накале. Ну, может быть, стоило где-то и поспокойнее. Но такой фильм захватывающий. На протяжении всей картины не оторвешься. О фильме. Спасибо вам большое. Дистанчер, как вас зовут? Вадим. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о фильме «Миссия Москвы». Слушайте, ну это наикрепчайшее китайское кино в лучших традициях китайских боевиков, которые всем нам знакомы еще с конца 80-х, 90-х годов. И если в прошлом это кино было экспортировано, скажем так, в Америку, в Голливуд, то сейчас мы видим крепкое, настоящее, ну такое, держащее в напряжении с потрясающими спецэффектами. Но при этом это все так еще окрашено нашими отечественными красками. И мне кажется, что это потрясающе, потому что, ну, я уверен, что это кино входит на наш кинорынок не единожды. Я думаю, что мы еще увидим много и много китайских хороших картин. Вот. И в частности таких крепких боевиков, которых, ну, честно признаюсь, мы не можем делать такое кино. Да, поэтому слава богу, что теперь у нас есть замечательное наше уже, как бы, совместное кино. Поэтому это здорово, и впечатления и эмоции самые лучшие. Спасибо вам большое. До свидания. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Мария. Поделитесь своими впечатлениями о фильме «Миссия в Москве». Ой, на самом деле я очень впечатлена, потому что до этого смотрела много китайских фильмов, но заметно улучшился уровень съемок. И, конечно, то, что это все-таки действия частично происходили в России, очень для нас близко. Но и настоящий экшен. Я в восторге. Спасибо большое. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Мария. Поделитесь своими впечатлениями о фильме «Миссия в Москве». Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень неравнодушна к фильмам, основанных на реальных событиях. И для меня это был шок, что у нас происходило в это время вообще в стране, в Москве. Экшен, я бы так сказала, держит в напряжении, потому что ты сопереживаешь, человеческий фактор присутствует. Несмотря на то, что разворачивается драма, бандитизм, ты все равно понимаешь, что каждый из них — это человек. У каждого есть свои ценности, семейные в том числе. И мне понравилось. Достаточно на высоких скоростях снят фильм, и не дает тебе расслабиться, не дает тебе отключиться и о чем-то подумать. То есть ты постоянно вовлечен в процесс. Поэтому большое спасибо. Я получила на самом деле большое удовольствие, несмотря на то, что я думаю, что это больше мужской фильм. Но мне понравилось. Спасибо большое за свидание. Спасибо. Вечер, Владимир. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о фильме «Миссия в Москве». Ну, мне очень понравилось вот эти девяностые годы, в принципе. Я это застал, как бы интересно было посмотреть. Спасибо. До свидания. До свидания. Добрый вечер, как вас зовут? Маша. Оля. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о фильме. Очень много экшена. Классно, мне понравилось. Актеры красивые. Мне тоже очень понравился фильм. Классный боевик, основанный на реальных событиях. Очень хорошая актерская игра. И приятно видеть, что азиатское кино продвигается и показывается у нас. Спасибо вам большое. До свидания. Хорошего вечера. До свидания. Спасибо. Вам тоже. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от фильма. Мои ожидания оправдались даже больше, мне кажется, на 150%. Очень понравился, действительно захватывающий, интересная сюжетная линия. И вообще видно, что фильм очень такой, ну, масштабный. Ну что ж, тогда будем ждать фильм на больших экранах с 8 февраля. Да, спасибо. Все начинается заново. Как закончим, давай встретимся на Гибре. Показывай давай. Бомба! Не волнуйся. Долг не будет прощать. Это наш последний шанс. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на 14 канал, чтобы ничего не пропустить. Лайки и комментарии на ваше усмотрение. Ну а с вами была Лиза на 14... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...